В 28 регионах Федерации мигрантам запретили работать в такси, в 18 – торговать. В некоторых областях России иностранцев не принимают на работу в гостиничный бизнес и даже в библиотеке. Дискриминация мигрантов в Российской Федерации – явление привычное. Однако после теракта в Подмосковье ситуация ухудшилась, рассказывают иностранные граждане. Большинство водителей такси не знают, что теперь делать. Есть те, кто уже уехал. Многие уехали с мыслями, что все равно теперь не дадут нормально работать. Я же продолжаю работать. Полагаюсь на судьбу. Что будет, то будет. Пока же меня никто не останавливал и не проверял. Карим, мигрант из Кыргызстана. В интервью изданию «Настоящее время». Министр труда Таджикистана Гульнора Хасанзода сообщила, Кремль депортировал 17 тысяч ее соотечественников за последние полгода. В прошлом месяце таджикские чиновники заявили, что около 3400 таджикских трудовых мигрантов были возвращены в Таджикистан из российских аэропортов за предыдущие шесть месяцев. После того, как Россия арестовала нескольких граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту под Москвой в конце марта, в результате которого погибли более 140 человек, таджикские трудовые мигранты столкнулись с усиленными ограничениями внутри России и во время поездок в Россию. Из публикации издания «Крым. Реалии». 8 августа на российском официальном интернет-портале правовой информации появился текст закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции. Документ ужесточает требования к иностранным гражданам и вводит новый миграционный режим высылки. Инициаторы закона пишут в пояснительной записке, что вышеназванные изменения не только помогут усилить контроль за нахождением иностранных граждан на территории России, но и будут мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус на территории России. Из публикации агентства «Интерфакс». Легализовать иностранцев в России стремятся не из-за любви к порядку. В федерации больше 30 тысяч мигрантов. 10 тысяч из них уже отправили на войну России против Украины, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Российская армия ежедневно несет потери на фронте, а мигранты – ресурс для пополнения. Особенность российских реалий такова, что мигранты являются наиболее уязвимой категорией в России на протяжении многих лет. То есть это такая очень удобная для властей категория лица, на которую всегда можно сприхнуть все проблемы, которые есть в Российской Федерации. К сожалению, расизм, синопопию и шевеленизм в отношении мигрантов проявляют в том числе представители коренных народов. И мы слышим эти фразы. Почему со мной обращаются, как будто я какой-то узбек. В конце июля 2024 года Госдума приняла закон, который обязывает каждого мигранта, получившего российский паспорт, встать на воинский учет. А там новых российских граждан уже ждут с повестками. Российские чиновники не раз заявляли, натурализированных граждан нужно отправлять на войну России против Украины в первую очередь. Все иностранцы в Российской Федерации в зоне риска, говорят правозащитники. Никто не захочет их защищать, и никому они не нужны. И это расходный материал. Легче всего мобилизировать именно таких, за которых не будет жен мобилизованных, у которых не будет правозащитников, у которых не будет посольства, у которых не будет никого. Их просто заберут и убьют. 31 июля 2024 года Госдума Российской Федерации одобрила законопроект о лишении гражданства натурализированных граждан, если они не станут на воинский учет. При этом в разведке Великобритании отмечают, Кремль не прекращает активную вербовку иностранцев для службы в рядах российской армии. Юлия Грановская для телеканала Freedom. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.